Космические рейнджеры В обеих частях можно было отправиться исследовать виртуальную галактику и на несколько месяцев выпасть из реальной жизни Плохо то, что вторая часть появилась целых 12 лет назад и с тех пор серия, если не считать переиздание с подзаголовком «Революция», не подавала признаков жизни Поклонники, впрочем, не теряли надежды, что продолжение когда-нибудь выйдет, и, судя по всему, они дождались Компания 1С выпустила Space Rangers Quest — текстовые приключения с ролевыми элементами в знакомом мире рейнджеров Эх, а счастье было так возможно! Игру разрабатывала студия SNK Games, которая успела как поработать над второй частью космических рейнджеров, так и самостоятельно выпустить переиздание О котором мы уже говорили, так что качество проекта должно быть высоким А может это просто проверка, интересна ли серия игрокам, тогда как полноценная третья часть уже находится на стадии планирования? Хотелось бы! Ах да! Чуть не забыли, игра уже доступна пользователям iOS, а 5 сентября ее смогут приобрести владельцы ПК и устройств под управлением Android С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru В сегодняшнем выпуске Halo Online пала смертью храбрых Divinity Original Sin 2 выйдет в сентябре Remedy разрабатывает новую игру На этом новости отечественного игропрома не заканчиваются Студия iSpeak Lodge объявила о том, что ремейк знаменитой игры More Utopia появится не раньше осени 2017 года Как и у многих других Kickstarter проектов, причина переноса оказалась простой Разработчики изначально ориентировались на создание базовой версии без дополнительных целей Однако финансовая помощь со стороны геймеров позволила More вырасти, поэтому и времени на его завершение потребуется больше, чем планировалось К тому же нынешняя Утопия не просто графически подтянутая версия игры 2005 года, а практически новый проект, где от оригинала осталась лишь вселенная и опорные точки сюжета Сама же команда говорит, что лучше выпустит хорошую игру с опозданием, чем слабую, но в срок Что ж, если это поможет сделать More лучше, то лишний год можно и подождать К слову, если вы вложили в компанию по сбору средств не менее 80 долларов, то через пару месяцев получите некое подобие демо-версии с самостоятельной историей Мультиплеерный шутер Halo Online в конце прошлого года закрыл свои двери и отправился на глобальную доработку Все это время о нем не было слышно, а на прошлой неделе в официальном сообществе игры появилось грустное сообщение Финальная версия онлайн побоище спартанцев не увидит свет, поскольку Microsoft так и не смогла придумать, что же с ним делать Проект будет заморожен, а страница Halo Online на портале 4Game удалена Все купившие набор первоиспытателя смогут вернуть деньги на официальном сайте игры до 30 августа Halo Online создавалась исключительно для РФ и стран СНГ, а сейчас Cyber работает над Quake Champions Становится немного страшно за игру, будем надеяться, что Bethesda проложит для студии более ясный курс, чем Microsoft Ох и нелегкая же судьба у хоррора Alison Road, создатель которой вдохновлялся интерактивным тизером PT Игра Кристиана Кесслера, наделав шуму дебютным геймплейным роликом, вышла в 2015 году на Kickstarter, но кампанию по сбору средств отменили, поскольку нашелся издатель в лице Team17 До сих пор неизвестно, что произошло между создателями червячков и разработчиком, однако два месяца назад проект был отменен, а на днях опять воскрес Кесслер сообщил порталу IGN о возобновлении работ над Alison Road, причем он уверен, что сможет довести проект до релиза самостоятельно Как выяснилось, практически все механики были добавлены в игру на предыдущей стадии разработки, а моделирование, текстурирование, свет и другие детали и так лежали на плечах талантливого одиночки Впрочем, Кристиан не исключает, что ему понадобится помощь, если он решит добавить в проект какие-то новые возможности или же изменить старые На данный момент у хоррора нет даже приблизительной даты выхода, но можно делать ставки на следующий год В прошлом выпуске мы говорили о том, что 24 августа состоится громкий анонс, связанный с Dark Souls 3 Им оказалось первое скачиваемое дополнение из двух запланированных DLC, получившее название Ashes of Ariandel, пригласит игроков исследовать новую заснеженную локацию и раскрыть тайну уничтожения этого региона Банда и Намка обещают ужасающих новых врагов, сложные испытания, а также интересную историю Точнее, те туманные намеки на сюжет, которые вы сможете отыскать самостоятельно, ведь душевная серия никогда не страдала особым красноречием Помимо этого, дополнение принесет с собой свежее оружие, броню и магию, а заодно предложит новые функции для соревновательного режима Кстати, внимательные поклонники Dark Souls заметили, что локация из DLC очень уж похожа на нарисованный мир из первой части Темных душ Подтвердители опровергнуть выдвинутые на этот счет теории вы сможете 25 октября, когда дополнение поступит в продажу 15 сентября в раннем доступе Steam появится Divinity Original Sin 2, сиквел отличной RPG от студии Larian Тем, кто решится заплатить 800 рублей за находящуюся в разработке игру, будут доступны первый акт сюжетной кампании и PvP-режим Arena Также проект уже на этой стадии поддерживает кооператив на четверых и предложит пять раз на выбор Только осторожнее при создании героя, ведь отношение других персонажей к нему будет зависеть от характера и предыстории вашего подопечного Если этого вам не хватало, то авторы обещают, что происхождение персонажа позволит получить уникальные задания А иногда придется делать нелегкий выбор между эгоистичными желаниями и общим делом За пару дней до этого, 13 сентября, владельцы Xbox One смогут отправиться на пустынный остров и столкнуться с сотнями сложных задач Да, на консоли Microsoft выходит гениальная головоломка The Witness По словам Джонатана Блоу, игра будет точно такой же, как на ПК и PS4, поскольку никакого контента, эксклюзивного для этих платформ, не предусмотрено Студия Tecla Не забыла и про iOS-версию своего проекта Дата релиза пока нет, поскольку сейчас создатели экспериментируют со схемой управления Однако бояться, что The Witness на младшей платформе как-то порежут не стоит Различия будут лишь по части графики, а все загадки останутся на месте У некоторых издателей и разработчиков есть крайне неприятная привычка анонсировать игры задолго до того, как они оформятся в более-менее стабильную сборку В итоге геймерам с нетерпением ждущим такой проект приходится мириться с бесконечными переносами Взять хотя бы Microsoft, она должна была выпустить Halo Wars 2, Scalebound и Crackdown 3 в этом году Однако что-то опять пошло не так Глава маркетингового отдела Xbox, Аарон Гринберг, взялся прояснить ситуацию в интервью порталу DualShockers В творческом процессе некоторые вещи делаются сразу, а другие не так быстро, как того хотелось бы Говорит представитель Редмонса Лично для нас создание классных игр, хороших историй и красивой графики всегда было в приоритете Однако иногда на это уходит слишком много времени, чтобы становиться причиной для переносов Еще одним фактором изменения даты выхода Гринберг называет слишком плотный график релизов Из-за которого пострадала, например, Halo Wars 2 Ведь кто будет запускать стратегию в праздничный предновогодний сезон, когда на рынке появятся такие проекты, как Gears of War 4, Forza Horizon 3, Battlefield 1 и Titanfall 2 Кстати, Titanfall 2 успела побыть в статусе открытой бета-версии всего пару-тройку дней А пользователи уже разорвали студию Respawn Entertainment в клочья Некоторые жалуются на отличную от первой части раскладку управления Другие недовольны сниженной скоростью бега по стенам Третьи остались недовольны переработанной системой вызова на карту огромных роботов Скорость заполнения шкалы теперь зависит от количества убийств Но локации большие, много фрагов быстро не наберешь В результате получилось, что пилоты могут запрашивать Титанов значительно реже, чем раньше Смыслом проведения таких тестов как раз и является получение обратной связи И Respawn достойно справляется со шквалом критики Разработчики не просто дежурно пообещали все устранить Но даже успели решить некоторую часть проблем ко второму этапу беты, который прошел на этих выходных Глядишь, совместными усилиями поклонников и разработчиков из Titanfall 2 получится настоящая конфетка После новостей о том, что Remedy работает над сиквелом корейского шутера Crossfire Можно было разочароваться в игровой индустрии Однако не все так плохо, как кажется Финская студия поделила команду на две части Пока одна трудится над Crossfire 2, вторая доводит до ума прототип еще не анонсированной игры И демонстрирует его различным издателям Правда на данный момент нет никаких намеков на то, окажется ли она совершенно новой игрой Или же нас ждет продолжение Alan Wake или Quantum Break В студии признали, что намеренно сделали финалы обеих игр открытыми Чтобы при подходящей возможности взяться за разработку сиквела Поскольку Remedy в очередной раз подтвердила, что не хочет растягивать разработку игр на 5 и более лет То ждать официального анонса свежего проекта вряд ли придется долго Кстати, о возможном сиквеле Quantum Break Продажи оригинала, по словам все того же Аарона Гринберга, превзошли ожидания Microsoft Компания осталась довольна, но отметила, что не каждой игре или фильму нужно продолжение Перевести эту фразу с корпоративного языка на русский можно примерно так Мы еле-еле отбили затраты на разработку и вряд ли будем еще раз вкладываться в рекламу Да, и скорый релиз проектов Steam намекает, что бывший эксклюзив Windows 10 продался на ПК не слишком большим тиражом Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики Календарь Games Blender 23 августа стартовало открытое бета-тестирование PS4 эксклюзива Nioh Продлится оно до 6 сентября, а за прохождение предложенных уровней вы сможете разблокировать дополнение к основной игре В тот же вторник на PS4, Xbox One, а также в Steam состоялся релиз Worms WMD Беспозвоночные снова рвутся в бой, не заставляйте их ждать В прошлую среду в раннем доступе Steam появился очередной ММО-проект Crossout Забавно, что за него сейчас просят 2000 рублей, однако бета-версия будет открытой для всех Впрочем, если вы всегда хотели собрать уникальную бронемашину и покататься на ней по выжженным пустошам, то цена вас вряд ли остановит В этот же день на ПК вышла духовная наследница Myst, Abduction Игра изо всех сил старается понравиться любителям жанра, так что не пропустите Завтра на ПК и консолях нынешнего поколения появится последнее дополнение к Fallout 4 Nuka World Огромный парк развлечений в вашем полном распоряжении, только берегитесь рейдеров, радиации, мутантов и прочих неприятностей Всем спасибо за то, что были с нами Не забывайте, как всегда в конце выпуска мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык На 3D News вас ждет еще больше новостей из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов На прошлой неделе мы остались единственными выжившими в Alone With You, а также натравили одних вооруженных до зубов червей на других Worms WMD До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры делал DimaTorzok Air Philosophy when designing the ship was focused on creating compelling cooperative mechanics that could bond players together but do so in a really intuitive and immersive way Working together and sailing the ship cooperatively just feels completely natural So a great example of that is the wind in the game which is this dynamic force within the world that players can take advantage of by raising and lowering their sails and angling them into the wind Our goal with the ship's cannons, much like the other features in the game, was to make it really immersive So we consciously avoided things like crosshairs on screen because we wanted you to feel like you were on the deck right there in the action We've had so many great play sessions at Rare where we've been adventuring on an island, we've seen another ship, we've all dashed back, we've got on the anchor together We've worked together on the sails to angle them into the wind And it's moments like that where you're all working together where you really feel like you are part of a crew